С начала 90-х сегодняшний гость программы «Правда 24» является безусловным ньюсмейкером. Я уже знаю, какой сюрприз он готовит этой осенью, но предпочу, чтобы Марк Рудинштейн рассказал, что сам приветствую. Марк, прежде чем мы поговорим о сюрпризе, который ждет... Какой сюрприз? Ну, я про Кинотавр говорю, про осенью. Все-таки про Кинотавр. Жалеете, что продали? Нет, не жалею. Более того, считаю, что очень правильно сделал. Если бы в нашем государстве все понимали, что есть какой-то предел руководить чем-то какое-то количество лет, то мы бы давно с вами жили в довольно хорошей стране. Поэтому я считаю, что я настолько это вовремя сделал. Потому что я вижу, как, конечно, не безболезненно, но уже сегодня, можно сказать, что прививка прошла новых хозяев фестиваля. И мне нравится, что там происходит. Хотя многие жалуются. Это, понимаете, на что жалуются? Это как старики жалуются на музыку, что сейчас не та. А просто 25 лет назад, когда мы это начинали, у нас не болела печень, радикулит. Мы всему радовались. А сейчас скрепим немножко. То, что происходит на Кинотавре, особенно с точки зрения кино, мне нравится. А с точки зрения атмосферы? Ведь очень многие перестали ездить, потому что знаменитая кинотаврическая атмосфера, как говорят, она утрачена. Ну, во-первых, не вам говорить, как говорят. Вы сами часто бывали. Я так и перестал ездить. Бывали гостям. Поэтому никак говорят. Я тоже думаю, что это болезнь роста. Дело в том, что то, как мы делали фестиваль в голодной стране, будем так даже говорить, в то время это же было. Да, первое время чумы. Да, первое время знаменитые гости со стола складывали все в сумочки и уносили в номер. Да, печально. Поэтому всем очень нравилась атмосфера доброжелательства, что никто ни у кого не мог украсть бутылку водки или что-то еще. Но, я еще раз повторяю, время прошло. Да, та атмосфера утрачена и навсегда. Но и люди того времени тоже уходят постепенно. Пришло новое поколение. Ну, подождите, настанет время, когда про этот фестиваль будут говорить, что утрачена атмосфера, когда придут новые. Главное, чтобы он жил. Главное, чтобы он выполнял главную миссию. Искал хорошее кино. А сегодня, имея их возможности, я убеждаюсь в том, за то, что я боролся, чтобы фильм после фестиваля начинал новую жизнь с точки зрения проката, внимания к нему. Я считаю, что это на 70% решено. Ну, в фестивале одна жизнь. Вы знаете, говорят, у кошек 9 жизней. У нас и традиции появились. Да, я уже смотрел ваши передачи. Мы пристраиваем приютских кошек, в данном случае котенок. Это ведь, да, у нас? Да, это девочка Сара, ей два месяца. Да, вот Сара, Сара Укона. А второго нет? Ей есть, есть второй, но посмотрим, как это все себя будет вести. Но мне не положено. Ну, вы же один, Марк, поэтому вам положено одна. Хорошо. А в Одессе остались кто-нибудь из родственников? Нет, во-первых, уже давно никого не осталось, но после этих событий... Вы имеете в виду 2 мая прошлого года? Ну, третий день туда, после этих событий, причем просто так шел по Москве, вот в чем был, вот, сел, купил билет на самолет, прилетел, 3 дня походил по этому мертвому городу. Во-первых, у меня погиб там знакомый, хороший поэт. Вот в Доме профсоюзов? Да. В Доме профсоюзов? В Доме профсоюзов. Да, поэт религиозный такой. Ну, как же, вы знаете, киевские СМИ пишут, что там были исключительно полковники ГРУ, что там не было, ну, в Доме профсоюзов, что полковники ГРУ себя подожгли и погибли. Нет, 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 я повторю, я был, меня, конечно, не пустили за забор, меня вообще, когда я проходил границу, взяли паспорт и куда-то на 5 минут ушли, но потом очень смешно получилось, вышел капитан и сказал по границе, ну, если мы его еще пускать не будем, то кого надо пускать в Одессе? Кстати, известно, я перебью че, известного вам от Ару Кушанашвили, с которым у вас была масса истории, депортировали из Киева. Что вы говорите? Да, при всей его любви. Честно говоря, я их понимаю. Он мог там натворить такого, чего мы не разобрались. Ну, вот мы грустные истории Кадеси вернулись, то есть на вас удручающее впечатление, да? Это не то, что я приехал туда два раза, а через три дня после и на выборы, когда были так называемые выборы, я свидетель того, что никаких выборов, вообще не было, потому что я приехал к Гуровицу, который тоже туда приехал на выборы и сказал, что он победит, но когда я уехал в воскресенье, еще в следующий день, вообще не было слышно, вообще участвовал ли он в выборах, а назначили кого-то временно, которого сняли. Страшно не это, страшно, что я же одессит, я люблю гулять по дворам одесских, я в каждом дворе видел этих людей, которые на готове были броситься в любой момент куда-то, они все сидели в этих дворах. Вот они сидели, или пили пиво, или во что-то играли, или просто сидели, знаете, как когда-то в старые советские времена в плащах и в шляпе ходили наши старые знакомые, да, вот такие они, и причем я видел один раз, как по свиску вот такому, они выбегали и где-то начинали совершать какие-то действия, унижая людей, поэтому... То есть это все организовано? Это все, это, ребята, все, это настолько, но самое интересное, что меня радует, как ни странно, это, что в Одессе снова сопротивление одесское, которое... А есть оно? А что, вы не слышите? А я их видел, я с ними разговаривал. Люди, которые ушли в подполье и взрывают кафе, рестораны, банки тех, кто поддерживает вот эту вот всю историю. В Одессе начинается подпольное движение. В Одессе всеми хороша, что ее просто так не сожрешь, и когда-то эти люди выйдут наружу, потому что, если не говорить о всей Украине, то я считаю, что еще одна моя мечта после Крыма. А Крым воссоединение с Крымом было мечтой? Воссоединение, когда об этом зашла речь, была мечта, потому что опять очень много жизней связано. Там, кстати, и должен был быть кинотавр в Крыму. Да, изначально в Ялте. В Ялте, да. Опять же, из каких-то бандитских каких-то разборок, я помню, вы когда-то рассказывали эту историю. Да, бандиты меня пригласили к себе в гости. В горах, да, в горы. Бассейн, голые девочки. И я через пять минут попросился обратно, на что главный бандит, сидя в бане, смотрел на меня пять минут и думал, зарезать меня или отпустить. Что, я действительно, вот сейчас вспоминаю, я был в пяти минутах от гибели. Что на него повлияло? Почему он вдруг сказал своему отвезти? Сказал он и практически спас мне шоссе. Потому что это был как вот итальянский вот эти, классический итальянский детектив. Мафиози, ворота, автоматы, ворота разъезжаются, бассейн с голубой водой вокруг. То есть это такой, сделал он подарок Сочи, фактически. Да, он сделал подарок Сочи, да. А но я слышал, не знаю, правда это или нет, что вы планируете что-то делать теперь уже в Крыму, какой-то фестиваль. Да, мы, нет, мы еще пока не планируем. Ну, во-первых, я очень увлекаюсь теннисом, потому что у меня внуки играют в теннис, и в Крыму сейчас делают теннисные школы, там, и так далее. Мы туда, с этой точки зрения еще хотим полететь. Но, когда построили эту олимпийскую деревню в Сочи, то, конечно, у Сочи закружилась голова теперь. То, что такие фестиваль кинотар вообще обозначил Сочи на мировой карте, я имею в виду, потому что, а Сочи вспоминали так, примерно, Сочи, а, это там, где Депардия... Разбил унитаз головой. Да, с этого начался Сочи, будем так говорить, шутку. Но, в принципе, бывший мэр города Воронков перед смертью сказал мне, что они даже не знают, что ты для них сделал, умирая. Это для меня высшая похвала по отношению к тому, что я сделал в Сочи. Но мы сейчас планируем, ну, мы по-прежнему там, мы делаем фестиваль кинотаврик, у нас меняются президенты. Да, вот это тот сюрприз, собственно, с которого я хотел, чтобы вы озвучили впервые в нашей программе эту эту новую. Я говорю, что в этом году президентом фестиваля должна стать одна из первых русских красавиц, в свое время наделавшая много шума тем, что отказалась от короны. Это Оксана Федорова, она имеет свой фонд, и мы сумели, по-моему, ее заинтересовать тем, что этот фонд и наша организация, которая делает фестиваль кинотаврик, смогут принести друг другу пользу. И поэтому вот в сентябре будет пресс-конференция, и она выйдет впервые в роли президентша, будем так говорить, вот фестиваля кинотаврик. А фестиваль кинотаврик уже 15-й, как ни странно. И самый старейший в стране, и сам, и единственный фестиваль, в сторону которого Министерство культуры и не видит, и не смотрит даже. Вот нету как будто такого фестиваля, хотя это единственный фестиваль, если не придумывать фестиваль в Артеке, где дети сами приезжают отдыхать. А мы привозим. Человек 500-ов, хорошие годы. Так может перебазироваться в Артек вам с кинотаврик? Это такой сладкий пирог вам никто не отдаст. Туда дают такие деньги, которые нам, не то что здесь, нам вообще ни копейки. Вы знаете, как когда-то я начинал кинотавр без копейки государственных денег, так уже 8 лет никто не дает ни копейки на старейший фестиваль в Сочи. На старейший. А в принципе вы упомянули Министерство культуры, а с Мединским вообще есть какие-то отношения? Вы знакомы хотя бы? Понимаете, мы же прекрасно знаем, кто стоит за ним. А он знает прекрасно, какие у меня с ним отношения. Вы сейчас, я так пытаюсь вычислить, наверное, Никита Сергеевича Михалкова. Да, да, наверное, Никита Сергеевича Михалкова, который на вопрос, почему вы не можете наладить отношения с Руденштейном, спросил, а кто это такой? Это давно было. Да, да, я заподозил, что у него болезнь может быть, потому что столько фотографий и в интернете, и сколько я ему вручал премии. А главное, есть знаменитая, где он обнимает меня и говорит, ну разве можно поссориться с этим человеком? Это он же после этого, да, сказал, да? Даже через три дня после этого он в вечерней Москве сказал, что Руденштейн хотел сделать престижный фестиваль, но дворняга никогда не может стать породистой собакой. Это был его комплимент после того, что он так высоко оценил наш фестиваль. Вы, Марк, злопамятный человек, что столько лет прошло. Я помню, это как сегодня. А вы прям помните, да. Дело в том, что мне с памятью хорошо, у него плохо, он не помнит. Кто я? А я помню, кто он. Ну, может, у него просто больше есть, как это, в принципе, проектов, там, у него, да, у него, да, я вам честно скажу, у него и денег больше, чем у меня. Это несомненно, да. У него есть возможность ответить мне в знаменитой программе «В России-24 Беса». Ну, у вас тоже есть программа на телеканале «Мир». У меня программа идет на весь мир. Золотая пыль, да, на весь мир. На весь мир, да. Ну, а в России, ну, в России, я, знаете, как-то, а, теперь там санкции против нас, а у меня, а здесь санкции против нас. А у нас, кстати, «Москва-24» вещает в Крыму с недавних пор. Да. Вот, поэтому про Крым, собственно, очень интересно мне узнать. У вас с Аксеновым есть какая-то связь, договоренность? Нет, мы пока не знакомы. Я единственное могу сказать, что мое отношение ко всем этим событиям позитивное. Я был очень рад, и даже в одной программе на ТР, АТР, общественное РТ, российское телевидение, когда меня спросили, Павел Шеремец спросил, первых, почему-то задал мне вопрос, когда там сидели гораздо более солидные люди, как вы относитесь вот к этой севой, это как раз случилось, когда Крым стал наш. Я сказал, вы знаете, замечательно отношусь, как будто мне вернули достоинство какое-то. Вот разочаровали-то вы Шеремец, наверное. Да, верно, не знаю, как будто мне вернули какой-то достоинство. Я говорю, если бы Владимир Владимирович посадил Васильеву, его рейтинг бы просто уже не зашкалил бы. А, так вот почему Васильеву посадили. Да, и вы знаете, я так испугался, когда ей дали условно, хотя я не сомневаюсь, что ей эти пять лет, которые дали, она выйдет и войдет в свою 14-комнатную квартиру, но бог с ней. Главное, чтобы люди поверили хоть чуть-чуть в какую-то справедливость. То есть вы верите в магию слова, что можно что-то сказать, подумать? Да, я вам хочу, хотите, я вам расскажу, как я соприкоснулся с Богом? Я вообще не очень воспитанно теистом. Вы знаете, что все евреи, они соприкасаются с Богом с вами о рождении? Я, наверное, артодоксальный. Так, хорошо. Да, я знаю, что я не против Бога, я не очень люблю его посредников на земле. Я полетел в Бразилию, и самолет задержал мои вещи на три дня. Мы прилетели из зимней Москвы в жаркую погоду, в Кабакабану, в гостиницу знаменитую. Из окна виден Иисус Христос, одежда. Это знаменитая статуя Иисуса Христоса. Я его мог пока ведь только из окна, потому что я ходил, как этот наш, этот, в Камбодже, в Полонске, в одних красных трусах, чтобы дойти до моря. Красных труселях, по-моему, говорит. Да, красных труселях, да, чтобы дойти до моря, так как я не мог даже выйти в город и даже подойти к нему. Там надо все-таки подняться на это. И переводница местная сказала, давайте мы снимем вертолет, есть у нас такая оказия, и мы можем подлететь к этой статуе. Статуе, да. Мы сняли, мы 40 минут висели над головой прямо статуи Иисуса Христа. Ну, передать эту красоту трудно, но летчик, увидев меня в красных трусах и понял, видимо, переводница ему объяснила, беду мою. Он мне протянул маленькую статую Христа, такой сувенир, да. Зазми, говорит, в руку, и сейчас ты с ним один на один проси, что хочешь, все будет. Что мог попросить старые евреи? Я попросил, чтобы чемоданы вернулись, чтобы внук там выиграл первенство Европы по теннису, и чтобы я был здоров. Мы спустились с чемоданом на месте, внук выиграл первенство Европы, а я еще жив. Поэтому я считаю, что я впервые соприкладываю. Я понял, что без посредников с ним лучше разговаривали. На прямую всегда лучше разговаривали, тем более, что вы известно, что всегда выходили на прямую, даже на Черномырдино в свое время, когда была вот эта история с получением денег, когда... Я помню эти заголовки, Марк Руденштейн, меня, наверное, убьют. Нет, это была другая история. Это с Черномырдиным, но это были льготы, которые давали там спорту, церкви, и немножко нам дали льготы на таможни, на папиросы, водку, сигареты. Он нам дал, чтобы мы хотя бы могли собрать немножко денег и проводить фестиваль. Я говорю, как только я это сделал, как только он мне это подписал, на Арбате, где я сидел, я прихожу на работу, у меня сидят автоматчики стоят. Я говорю, вы откуда, ребята? Говорит, Марик Моня сказал, тебя надо охранять. А, в этом смысле? На следующий день другие автоматчики. Я говорю, вы откуда? Этот сказал, там, Солнцевский, сказал, что тебя надо охранять. Я понял, с чем я делал, я позвонил Степановичу и говорю, заберите все обратно, убьют просто. И ни копейки не дадут. Он сказал, ладно, я тебе так дам, немножко денег и проводи фестиваль. Вот такая была симпатичная история. Я не воспользовался этой историей. Я даже не знал, что нюансов. А деньги он, пока было 4-5 лет, он был председателем оргкомитета фестиваля, он исправно давал эти деньги. Исправно приглашал нас к себе на дачу в Сочи позавтракал. Он любил такой. И вы знаете, как ни странно, он умел разговаривать за столом. Вот все, что ему приписывают, вот это, все его фразы. Косноязычие, да. Косноязычие. Он умел, наши кинематографисты разговаривали хуже, чем он. Когда мы с ним беседовали, какая проблема каких. Ну, больше всего он любил, конечно, чтобы его не трогали с проблемами. Он любил стопочку и поговорить. Кстати, насчет людей, которые умеют разговаривать, у которых это профессия. Я знаю, что вы были, а может быть по-прежнему, скажите, дружны с другим одесситом, с знаменитым одесситом, с Жванецким. Ну да, это как-то с детства, потому что, во-первых, я бегал к нему в театр тогда, студенческий театр в клубе студентов, рядом с парком Шевченко. Тогда только Карцев играл в коллективе. Ильченко появился гораздо позже. Но мы не тогда познакомились. Тогда я бегал просто и смотрел. Он еще тоже тогда не был богом. Он был остроумным одесситом, который удачно острил, будем так говорить. А как-то засветились мы уже так ярко. Ну, опять я очень громко говорю, мы засветились. Он засветился, а я понимал, что он пригодится мне в моих делах, потому что я хотел вернуться в Одессу для организации фестиваля «Золотой дюк». И я его организовал. Я думал, это Говорухинское мероприятие, нет? Нет, вы путаете, многие путают. Я сказал фразу, что благодаря Говорухину появился кинотавр. Но фестиваль Говорухина, который они назвали, это была... Он имел другое название, это «Додюка». Это какой-то был открытый... А я не знал, я не знал, что «Золотой дюк» это... Нет, нет, я даже не был на фестивале Том Говорухина, где все собрались, писали письма президентам, оздрили, шутили. А через три года я организовал «Золотой дюк» и пригласил Говорухину на этот фестиваль. Но уже президентом фестиваля был Миша Жванецкий. И фестиваль состоялся, и мы начали делать его второй год. Но в это время началась война двух мэров будущих, настоящего и будущего. Это была война жестокая со стрельбой, с могилами, с выкопанными... Ну, одессе не привыкать к стрельбе, в общем-то, это... Да, одессе не привыкать. Ну и дальше мы как-то долго общались, я приглашал. Во-первых, я был первый, кто организовал концерт, закрытые концерты Миши Жванецкого. Я был первый, кто организовал концерт, в котором одно отделение было Миша Жванецкий, а второй – Розенбаум. И я успел им оплатить даже зарплату, и меня посадили за три дня до концерта их него. Я оказался в тюрьме, но зато, когда меня оправдали, и я вышел... Они отработали, да? Они отработали, нет, они и тогда отработали, но в этот раз бесплатно они приехали. Ну, по понятиям, да. По понятиям, да. Они отработали, и второй концерт такой. Поэтому у нас по сей день нормальные, теплые отношения с Сашей, с Мишей. Ну, идеологически вы расходитесь, мне кажется, да, хотя бы... Нет, мы расходимся, да. Ну, вот в оценке Крымских, Крымских. Я не знаю его отношения, я не слышал, какое отношение его к Крыму. Я слышал, какое отношение у Макаревича к Крыму. Я причем, при том, с глубоким уважением отношусь к Макару, но одна претензия к нему есть. И к нему, и ко всем рокерам. Вы сидите с Путиным за одним столом, вы ходите с ним на концерты. Он вас обнимает, вы лучшие друзья. Вы стали конформистами ради того, чтобы иметь право давать концерты за довольно серьезные деньги, и чтобы вас никто не спрашивал о налогах или о чем-то. Что же вы, когда он рванул с такой историей, легче промолчать. Потому что где-то утеряно моральное право атаковать его, потому что все-таки есть понятие дружбы какой-то, я не знаю. Ну, поскольку есть такие понятия дружбы, я вот воздержусь от комментариев. Пожалуйста. Нет, я сам-то Крым нашист, но, в общем, считаю, что у Андрея есть право на эту позицию. Да, безусловно, есть право. Я единственный, чтобы на его месте. Его ответ, скажем, нашему крупному писателю Эдичке Лимонову поражает меня. Вот, это вот, без комментариев. Ты же Маккар, ты бог наш. Мы на нем, так сказать, молились на него, понимаешь? Есть вещи, которые он чуть-чуть нарушил. Мы финишируем вот игрой. У нас новые традиции, помимо котят, играть в правду. Значит, из этого мешочка, Марк, вы достаете одну фишку. Там их всего четыре. Вы должны выбрать слепую, одну. Это красный цвет. Красный цвет, любую красную карту. Здесь красный, я не вижу красный. Вот это? Вот это, например, да. Это как? Красный. Выбрал. Так, читаем слух. Расскажите о своем худшем свидании. Да. А что имеется в виду? А что приходит в голову, я не знаю. У меня есть одно страшное, а одно смешное. Какое я рассказал? Давайте смешное. А? Давайте смешное. Ну, причем и то, и то произошло в одном месте. Как? Одно произошло, когда дали свидание моей бывшей жене в тюрьме, она пришла выяснять со мной отношения, мне надо было ее попросить. Как говорят, кусочек хлеба передать. Это очень смешно. Это просто. А второе, когда пришло освещение освещения, освобождение, и пришла моя будущая жена, которая, я в этот день состоялся верховный суд, и я шел как-то смерть уже, а нам надо было сообщить, либо меня по этапу, либо я свободен. И я, она стоит в десяти метрах от меня за решеткой, и я с этой, и я открываю рот, и она мне говорит, ты свободен. И я начал хохотать. То еще свидание. То еще свидание. Кстати, про это свидание совершенно нет в книжке, которая называется... Вам надо написать вторую. ...казус Руденштейна. Да, фактически здесь-то стоит моя фамилия как автор, но это ваша книга, потому что она выстроена на интервью для «Нового взгляда». Этой книжки еще нет. Вы знаете, нам, если вы хотите, нам предстоит написать настоящую, вторую книгу. Мы обязательно это сделаем. Где будет все, и наш подольский, и как фестиваль. Договорились, мы это сделаем. Эту книгу я... Кстати, у меня не было возможности подарить ее Марку, хотя я знаю, что у вас эта книжка есть. Вы даже подарили Ефиму Шеприну, который большой пост про эту книжку. Написал, я пользуюсь лучшим, чтобы подарить вам эту книжку. Здесь наша беседа, кстати, есть из этой студии. Надеюсь, что в следующей будет и эта беседа. И новая книжка. И новая книжка, да. Спасибо, Марк. Спасибо.